Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для садоводов и огородников. Если вчера у нас был холод, 4 градуса было днем, а ночью даже было минус 0, то сегодня установилось тепло. Больше 10 градусов тепла. И ночь обещают теплую. Поэтому я открыла свои сеянцы рассаду. И вот они наслаждаются солнышком и теплом. Многие боялись вчера, что их рассада не переживет холодную ночь, потому что вчера ночь была необычайно холодная. У нас тоже было минус 1. Но могу всех успокоить. Вот у меня все пережило нормально. Все они стоят, даже листья не подмерзли, ничего. Хоть там и пишет одна мне женщина, какая-то Светлана, что вот посмотрите, у вас там в средине все полегло от мороза. Ничего не полегло, просто в средину я всегда сажу самые маленькие сеянцы, потому что в средине теплее всех. По краям, где холодно с торцов, я сажу большие, а в средину маленькие. И даже если вот она так сильно хочет, она пишет, все равно у вас все умрет. Вот эти замерзли уже в средине, остальные замерзнут потом, умрут, заболеют. Ничего не заболеет, и на зло этой тете Свете, нашей как антифанатки, мы выживем, будем здоровой, красивой рассадой. Для тех, кто спрашивает, какие сорта подходят для такого раннего высаживания, ну это конечно с учетом, чтобы быть и пленкой, и укрывным укрывать, подходят все сорта из серии северные овощи. Это такие как полюс, таймыр, подснежник, розоветров, ринет, метелица. И наши сибирские сорта, вот эти, демидов, алтайский сюрприз, потом Настенька. Много-много сортов, вот у меня более 12 сортов, и я говорю, что я высажу больше 7 лет. Они все подходят вот для такого раннего высаживания. Так что теперь у нас будет 2 недели впереди тепла, и я уже не боюсь за своих демидовцев и алтайцев. Теперь мы уже точно переживем. Так что, Светлана, привет! Смотреть дальше, какие у нас будут сеянцы. И не надо мне больше давать советов, сделайте субботник. Вы просто не представляете, мы живем в сибирском регионе, мы раньше конца апреля субботник не делаем. Некоторые люди даже не могут проползти в свои огороды. У меня все еще по углам в лед вмерзшая, я должна по вашей просьбе отдирать это все, колоть ломом, да? Я сделаю субботник тогда, когда мне будет нужно, когда у нас будет тепло. Делаем всегда обычно 22 апреля, больше 50 лет так делаем, и по вашей просьбе менять график уборки в огороде мы не будем. Занимайтесь, пожалуйста, своим огородом, если он у вас есть. До свидания, всем хороших всходов и больших урожаев!